Беседа 15, 148, Матфея 5, 1 Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженный нищий духом, ибо их есть царство небесное. Смотри, как Христос далек был от честолюбия и гордости. Он не водил народа за собой, но когда нужно было врачевать, сам ходил всюду, посещая грады и села. А когда собралось великое множество, садится на одном месте, ни в городе, ни среди площади, но на горе, в пустыне, научая тем нас ничего не делать напоказ. Удаляйся от шума, особенно когда нужно любомудрствовать и рассуждать о важных предметах. Когда взошел он и сел, приступили ученики. Видишь ли, как они успевают в добродетели и как скоро делались лучшими. Народ смотрел на чудеса, а ученики хотели уже слышать что-нибудь высокое и великое. Это-то и побудило Христа предложить учение и начать проповедь. Он не только исцелял тела, но врачевал и души. И опять от попечения о душах переходил к попечению о телах. Разнообразие пользы, соединяя с учением словесным явления знамений. Этим попечением как о душе, так и о теле. Он заграждает бесстыдные уста еретиков, показывая тем, что он есть виновник всецелой жизни. Потому-то он и прилагал о теле и душе большое попечение врачуя то первое, то последнее. Так поступил он и теперь. Отверз, говорит Евангелист, уста свои и учил их. Для чего же это прибавление? Отверз, уста свои. Чтобы ты познал, что он учил даже и тогда, когда молчал. Не только когда говорил. Учил то, отверзая уста свои, то вещая делами своими. Когда же ты слышишь слова, учил их. Не думай, что он говорит только к ученикам своим, но что через учеников говорит и ко всем. Но так как толпа была не образована, состояла из людей, еще присмыкавшихся долу, то он, собрав перед собой учеников, обращает к ним речь свою. И в беседе с ними так говорит, что учение мудрости делается занимательным и для всех прочих, которые почти совершенно были не способны его слушать. Намекая на это, и Лука сказал, что он обратил речь к ученикам. И Матфей, показывая это, написал, приступили к нему ученики его и учил их. Ввиду этого и прочее должны были слушать внимательнее, нежели тогда, когда он не обратил бы речь свою ко всем. Итак, с чего Христос начинает и какие полагает для нас основания новой жизни? Послушаем внимательно слов его. «Говорено было к ученикам, а написано для всех, которые будут после них». Потому-то и Христос, хотя обращается с проповедью к ученикам, но не к ним относит слова свои, а говорит о всех блаженствах неопределенно. Не сказал блаженную, если будете нищими, но блаженны нищие. Даже если бы говорил и к ним одним, и тогда его проповедь относилась бы ко всем. В самом деле, когда, например, он говорит «Все я с вами во все дни до скончания века», то говорит не к ним одним, но через них и ко всей вселенной. Равным образом, когда ублажает их за претерпение преследований, гонений, жестоких страданий, то сплетает венец не одним им, но и всем так живущим. Но чтобы это было яснее, и ты узнал, что слова его имеют большое отношение и к тебе, и ко всему роду человеческому, если кто внимателен, послушай, как он начинает дивное слово свое. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное». Что значит нищие духом? Смиренные и сокрушенные сердцем. Духом он назвал душу и расположение человека, так как есть много смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств, то он умолчав о таких, потому что в том «невелика слава», «невелика» называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают. Почему же не сказал он «смиренные», а сказал «нищие», потому что последнее выразительнее первого. «Нищими» он называет здесь тех, которые боятся и трепещут за поведей Божиих, которые через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря, «на кого воззрю?» Только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Много степеней смирения. Иной уверенно, умеренно смирен, а иной с преизбытком. Последнего рода смирения восхваляет и блаженный пророк, когда он описывает нам не просто смиренное, но весьма сокрушенное сердце, и говорит «жертва Богу дух сокрушенный, сердцу сокрушенного и смиренного Бога не призвит». И три отрока вместо великой жертвы приносят Богу это смирение, говоря «но душой сокрушенным и духом смиренным добудем приняты». Такое смирение ублажает здесь и Христос. Все величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, произошли от гордости. Так и дьявол, не бывший прежде таковым, сделался дьяволом от гордости, на что указывая и Павел сказал, «Чтобы кто не возгорделся и не впал в суд с дьяволом». Так и первый человек, обольщенный дьяволом, пагубанную надеждою, пал и сделался смертным. Он надеялся стать Богом, но потерял и то, что имел. Зато и Бог, порицая его и как бы смеясь над него неразумен, сказал «Вот Адам, как один из нас». Так и каждый после Адама, мечтая о своем равенстве с Богом, впадал в нечестие. Так как, следовательно, гордость есть верх, зол, корень, источник всякого нечестия, то спасители приготовляют ворчевство, соответствующее болезни, полагает этот первый закон, как крепкое и безопасное основание. На этом основании с безопасностью можно созидать и все прочее. Напротив, если этого основания не будет, то хотя бы кто до небес возвышался жизнью, все это легко разрушится и будет иметь худой конец. Хотя бы ты отличался постом, молитвою, милостыней, целомудвием или другой, какой добродетелью, все это без смирения разрушится и погибнет. Так случилось с фарисеем. Взойдя на самый верх добродетель, он не спал с него и потерял все потому, что не имел смирения матери всех добродетелей. Как гордость есть источник всякого несчастья, нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия. Потому-то Христос и начинается смирение, желаясь с корнем исторнуть гордость из души слушателей. Какое же имеет это отношение к ученикам, которые всегда были смиренны? Они не имели никакого повода гордости, будучи рыбаками, бедными, незнатными, неучеными. Но если это не относилось к ученикам, то относилось к тем, которые были там, и которые после должны были принимать учеников, чтобы последние не были в презрении по причине своей нищеты. Впрочем, слова Христа относились и к ученикам. Если в то время они и не имели нужды в этом полезном наставлении, то могли иметь впоследствии по совершении знамений и чудес, после такой славы в целом мире и после такого дерзновения к Богу. Поистине, ни богатство, ни власть, ни самое царское достоинство не могли столько внушить гордости, сколько все то, что имели апостолы. Впрочем, еще и до совершения знамений они могли возгордиться, могли поддаться слабости человеческой, когда видели многочисленные собрания народа, окружавшие их учителя. Потому-то Христос наперед и смиряет их помыслы. Преподаваемое учение Христос излагает не в виде увещаний или повелений, а в виде блаженства, делая таким образом проповедь свое занимательнее и для всех открывая поприще учения. Не сказал такой-то и такой-то блажен, а все так поступающее все блаженно. Так что хотя бы ты был рабом, бедняком, нищим, бесприютным, необразованным, нет никакого препятствия к тому, чтобы быть тебе блаженным, если будешь иметь эту добродетельность. Начавши с того, с чего преимущественно и должно было начать, Христос переходит к другой заповеди, которая, по-видимому, противоречит мнению целой вселенной. В самом деле, тогда как все почитают блаженными радующихся, а сетующих бедных и плачущих несчастными, Он вместо первых называет блаженными последних, говоря так, блаженны плачущие, хотя все почитают их несчастными. Но Христос для того наперед и творил знамение, чтобы, предписывая подобные правила, более иметь доверенности к себе. И здесь опять не просто, а разумеет, плачущих, но плачущих о грехах своих, так как есть другой плач, вовсе непозволительный, плач о житейских предметах, на что указал и Павел, когда говорил, что печаль мира сего, мирская, производит смерть, а печаль по Богу, покаяние. Этих-то печалящихся Христос здесь и называет блаженными, и не просто печалящихся, но тех, которые предаются сильной печали. 151. Потому и не сказал печалящиеся, но плачущие. Действительно. И эта заповедь научает также всякому благочестию. В самом деле, если тот, кто оплакивает смерть детей, жены или кого-нибудь из родственников, в это время скорби не увлекается, ни любовью к богатству и плоти, ни честолюбием, ни раздражается обидами, ни снедается завистью, ни другой какой-либо предается страсти, а бывает всецело поглощен скорбью, то не гораздо ли более покажут свое бесстрастие относительно всего этого те, которые подобающим образом оплакивают грехи свои. Какая же будет им награда? Ибо они утешатся, говорит Христос. Скажи мне, где они утешатся? И здесь и там. Так как эта заповедь была слишком тяжкой и трудной, то он обещает то, что наиболее могло бы облегчить ее. И так, если хочешь иметь утешение, плачь. И не почитайте их слов иносказательными. Подлинно, когда Бог утешает, то хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь. Потому что Бог всегда награждает труды с преизбытком. Что же сделал Он и здесь, когда сказал, что плачащее блаженно не потому, чтобы самый плач стоил того, но по его человеколюбию. То есть награда обещана не по важности действия, но по любви его к людям. В самом деле, плачащее оплакивает грехи свои, а для таких довольна только получить прощение и оправдание. Но как Христос весьма человека любив, то Он и не ограничивает награды отменением наказания и оставлением грехов, но еще делает таких людей блаженными и подает великое утешение. А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как-то Моисей, Павел, Давид. Все они часто оплакивали чужие грехи. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Скажи мне, какую наследуют землю? Некоторые говорят, что наследуют землю духовную. Но это несправедливо. В Писании нигде не упоминается о земле духовной. Что же значат эти слова? Христос разумеет здесь чувственную награду, как и Павел, когда он вслед за словами «Чти отца твою и мать твою» присовокупляет и будешь долголетием на земле. Равным образом и сам Господь сказал разбойнику «Ныне же будешь со Мною в раю», применяясь к тем слушателям, которые более предаются чувственному и прежде ищут настоящего, нежели будущего. Христос не поощряет их будущими только благами, но и настоящими. Потому ты и далее в твоей беседе сказал «Когда идешь, то мирись с соперником твоим». За такое благоразумное дело определяет награду, говоря, что он не предал тебя судьи, а судья слугам. Видишь, откуда он заимствовал угрозы. От предметов чувственных, от самых обычных явлений. И еще, если кто скажет брату своему «безумный», то повинен будет гиене. Также и Павел весьма часто указывает на чувственные награды и заимствует побуждение от предметов настоящих. Например, когда рассуждает о девстве, тут он совсем не упоминает о небесах, а побуждает настоящими благами, говоря «По настоящей нужде я вас сижу и хочу, чтобы вы были беспечальными». Так и Христос с духовными наградами соединил чувственные. Когда говорит, если кто скажет брату своему рака, тот повинен в суду. Так как кроткий человек может подумать, что он теряет все свое имущество, то Христос обещает противное, говоря, что он-то безопасно и владеет своим имуществом. Он не дерзок, не тщеславен. Кто же напротив будет таковым, тот может лишиться и наследственного имения, и даже погубить самую душу. Впрочем, так как и в Ветхом уже завете часто пророк говорил, кроткий наследует землю, то Христос выражает, следовательно, свою мысль словами уже им известными, чтобы не везде употреблять новые выражения. Однако в своих словах он не ограничивает наград настоящими благами, но вместе предлагает и будущее. Когда он говорит о чем-нибудь духовном, то не отвергает и выгод настоящей жизни, неравным образом, когда обещает что-нибудь в здешней жизни, то этим еще не ограничивает своего обещания. Ищите, говорит он, прежде Царствие Божие, и все сие приложится вам. И еще, всякий, кто оставит дом или братьев, сто раз получит веки семь, а в грядущем веке жизнь вечную наследует. Блаженны алчащие и жаждущие правды. Какой правды? Говорит ли он о добродетели вообще, или, разумеет, тот вид правды, который противоположен любостяжанию? Так как он намеревался предложить заповеди о милосердии, то и научает, как должно оказывать его. Именно, называет здесь блаженными тех, которые стараются о правде, воспрещающей хищение и любостяжание. Вникни в то, с какой силой он выразил свою заповедь. Он не сказал, блаженны те, которые ищут правды, но блаженны алчащие и жаждущие правды, внушая этим, чтобы мы не как-нибудь, но с полной любовью стремились к ней. А как полную любовь имеют сребролюбивые, то есть они не столько заботятся об удовлетворении, голода и жажды, сколько о том, чтобы боли и боли иметь и приобретать. То Христос повелевает обращать подобную любовь к нелюбостяжанию. Потом он опять представляет чувственную награду, говоря, ибо они насытятся. Так как многие думают, что сребролюбие делает богатыми, то он говорит, что бывает напротив, то есть что богатыми делает правда. Итак, поступая справедливо, не бойся бедности и не страшись голода. Поистине, те это особенно и лишаются всего, которые похищают чужое. А кто любит справедливость, тот владеет всем безопасно. Если же не похищающие чужого имени наслаждаются таким благоденствием, то гораздо больше те, которые свое раздают. Блаженны милостивые. Здесь, мне кажется, говорит он не столько о тех, которые оказывают свое милосердие деньгами, но и о тех, которые оказывают его делами. Есть много различных видов милосердия, и заповедь эта обширна. Какая же награда за милосердие? Ибо они помилованы будут. Такое воздаяние, по-видимому, равносильно добродетели. Но на самом деле, оно много превосходит добродетель. В самом деле, милостивые, милостивые, как люди. А сами получают милость от Бога всяческих. Милосердие же человеческое и Божие неравны между собою. А отличается одно от другого, так же, как зло от добра. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот опять духовная награда. Чистыми здесь он называет тех, которые приобрели всецелую добродетель. И не сознают за собой никакого лукавства. Или тех, которые проводят жизнь целомудрие. Потому что для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели. Потому и Павел сказал, мир имейте и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа. Видение же здесь разумеет такое, какое только возможно для человека. Так как многие бывают милостивые, не похищают чужого, не серебролюбивые, а между тем любодействуют и предаются похоти, то Христос показывает, что недостаточно первого. Присоединяет и эту заповедь. То же самое и Павел в послании к Коринфянам подтвердил примером македонян, которые богаты были не только милосердием, но и другими добродетелями, указывая там на щедрость их в раздаянии имуществ. Он говорит, что они предали себя Господу и нам, блаженны миротворцы. Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще более, именно того, чтобы мы примиряли несогласия и других, и опять представляет та же духовную награду, какую же? Ибо они нарекутся сынами Божьими. Так как и дело единородного Сына Божьего состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее. Подум, чтобы ты не подумал, что мир везде есть дело похвальное. Христос присоединил и эту заповедь блаженной изгнанной правды ради. То есть гонимые за добродетель, за покровительство другим, за благочестие, так как правды обыкновенные он всегда называет полное любомудрие души. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь». Христос как бы так сказал. «Хотя бы вас называли обманщиками, стецами, злодеями или другим каким именем, вы все блаженны». Что кажется страннее таких наставлений, называть вожделенным для человека то, чего, по мнению других, нужно избегать. То есть нищету, слезы, гонения, поношения. И однако он не только изрек эти заповеди, но внушил к ним и веру. И убедил ни двух, ни десять, ни двадцать, не стоили тысячи человек на всю вселенную. И толпы народа, слушая столь тяжкие, трудные и противные общему понятию наставления, изумлялись. Такова была сила слов небесного наставника. 155. Впрочем, что бы ты ни подумал, что одни поношения, какие бы то ни было, делают людей блаженными. Христос определяет эти поношения двумя видами. Именно, когда мы терпим их ради Него, и когда они будут ложны. Если же не будет ни того, ни другого, то поносимый не только неблажен, но и несчастлив. Посмотри, какая награда, ибо мзда ваша велика на небесах. Если ты слышишь, что не при каждом роде блаженства даруется Царство Небесное, не унывай. Хотя Христос различно описывает награды, но всех вводит в Царство. И когда Он говорит, что плачущие утешатся, и милостью будет помилован, и чистые сердца музырят Бога, и миротворцы назовутся сынами Божьими, всем этим Он означает не что иное, как Царство Небесное. Кто получит те блага, тот получит, конечно, и Царство Небесное. Итак, не думай, что этой награду достоятся одни только нищие духом. Ее получат и жаждущие правды, и кротки, и все прочее. Он для того при каждой заповеди и упомянул о блаженстве, чтобы ты не ожидал ничего чувственного. Не может быть блаженным награждаемый тем, что в настоящей жизни разрушается и исчезает скорее тени. Сказав, мзда ваша много, Христос присовокупил еще другое утешение. Ибо так гнали пророков, бывших прежде вас. Так как приближалось царствие и было ожидаемо, то он представляет им утешение в общении с теми, которые прежде их пострадали. Не думайте, говорит он, будто вы страдаете, потому что говорите и предписываете вопреки справедливости, или что вас будут гнать, как проповедников нечестивых учений. Вы подвергнетесь наветам и опасностям не потому, будто вы не право учите, а по злобе слушающих. Поэтому и клеветы падут не на вас, страдальцев, а на тех, которые так худо поступают. Об этом свидетельствует все прежнее время. И пророков не обвиняли в беззаконе или безбожном учении, когда некоторых из них побивали камнями, других изгоняли, а иных подвергали другим бесчисленным бедствиям. И так, да не устрашает вас это. По тем же соображениям и ныне все делают. Видишь ли, каким образом он ободряет их, ставит их наравне с Моисеем и Ильею. Так апостол Павел в послании к Иисусаме говорит, и вы сделались подражателями церквам Божьим, находящимся в Иудее, потому что и вы также пострадали от своих соплеменников, как и те от Иудеев, которые и Господа Иисуса убили, и пророков Его, и нас изгнали, и Богу не угождает и всем человекам противиться. То же самое и здесь Христос сделал. Хотя Он в других блаженствах говорил «блаженные нищие», «блаженные милостивые», но здесь, говорит, Он уже определенно и прямо обращает речь Свою к ученикам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас Игнать и всячески неправедно злословить», показывая, что это по преимуществу относится к ним и свойственно перед всеми прочими учителям. Вместе с тем здесь Он показывает свое достоинство и равночестие с Отцом. Он говорит «как пророки страдали ради Отца, так вы будете страдать ради Меня». Когда же Он говорит «пророки, которые были прежде вас», то этим показывает, что и сами они уже были пророками. Потом желая показать, что страдания особенно для них полезны и служат к их славе, не сказав, что вас будут поносить и преследовать, а я этому воспрепятствую. Он хочет обезопасить их не от того, чтобы они ничего худого о себе не слыхали, но чтобы худые слухи переносили великодушно и оправдывали себя делами, потому что последнее гораздо лучше первого. И не унывать во время страдания гораздо важнее, чем совсем не страдать. Потому Он здесь и говорит «Ибо велика ваша награда на небесах». По повествованию евангелиста Луки Христос изрек это еще сильнее и утешительнее. Он не только называет блаженными тех, которые терпят поношение за Господа, но и называет несчастными тех, о которых все говорят добрые. Он говорит «горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо». И об апостолах говорили добрые, но не все. Поэтому Он и не сказал, когда добрые будут говорить об вас люди, но прибавляет слово «все». Действительно, невозможно, чтобы добродетельные всеми были хвалимы. И опять говорит «когда пронесут имя ваше, как неугодное, радуйтесь и веселитесь». Он определил награду не только за опасности, которым они подвергались, но и за поношение. Поэтому Он не сказал, когда изгонят вас и убьют, но когда будут поносить вас и всячески злословить. Поистине, злословие уязвляет гораздо более, нежели самые дела. В опасностях есть много такого, что облегчает скорбь. Например, когда все поощряют, многие одобряют, хвалят и прославляют. Но здесь в злословие отнимается и самое утешение. Переносить злословие не считается за великий подвиг. Хотя на самом деле злословие уязвляет подвижника более, чем в самой опасности. Многие налагают на себя руки, не в силах будучи перенесть худой о себе молвы. И что удивится на других, когда эта-то именно причина более всего побудила удавиться того бесстыдного и гнусного предателя, который совершенно потерял стыд ко всему. И Иов, этот адамант, тверже самого камня, когда потерял свое имущество, претерпел несносные мучения, лишился вдруг всех детей, когда увидел тело свое преисполненное червями укоряющую жену, то все легко переносил. Когда же увидел друзей, которые его порицали, ругались над ним, и злословие уговорили, что он терпит это за грехи свои и несет наказание за пороки свои, тогда и этот мужественный и великий подвижник поколебался и пришел в смятение. 157. Подобным образом и Давид, забывши все, что он терпел, просил у Бога вздовозаяние только за понесенное им злословие, остав его семей проклинать, говорил он. Ибо Господь повелел ему, быть может Господь презрит на смирение мое и воздаст мне доброе вместо проклятия в этот день. И Павел восхваляет не только подвергающихся опасностям, не только лишающихся имения, но и тех, которые терпят злословие, говоря, «Вспомните первые дни ваши, в которые вы, бывшие просвещены, претерпели многие страдания, то служа среди поношений и скорбей позорищем». Потому и Христос положил за это великую награду. Но чтобы кто не сказал, почему же ты ныне не отомщаешь злословищем и не заграждаешь уста их, а обещаешь награду на небесах, Христос представил для этого пророков показывать, что Бог и в их время не отомщал врагам их. Но если и тогда, когда воздаяние было на виду, Бог поощрял их надеждой на будущее, то гораздо более Он поощряет ныне, когда и самой надеждой на будущее прояснилось, и любомудрее стало выше. Заметь итог, после скольких заповедей, предложил эту последнюю. Он сделал это не без намерения и желал показать, что тот, кто заранее не приготовлен и не утвержден всеми теми заповедями, не может вступать и в эти подвиги. Потому-то Христос плел нам из этих заповедей золотую цепь, всегда пролагая путь от предыдущей заповеди к последующей. В самом деле, человек смиренный будет оплакивать грехи свои, а плакивающий свои грехи будет и кротким, и праведным, и милостивым. Милостыня, милостивый, правдивый, праведный и сокрушенный, будет непременно и чистым по сердцу. А такой будет и миротворцем. А кто всего этого достигнет, тот будет готов к опасностям, не устрашиваться злоречий и бесчисленных бедствий. Да, в ученикам приличное наставление, Господь снова подкрепляет их похвалами. Так как заповеди были высоки и труднее ветхозаветних, то чтобы ученики не поколебались, не пришли в смятение, не сказали, как мы можем их исполнить. «Слушай, что сказал Господь им. Вы – соль земли». Показывай этими словами, что Он по необходимости дает такие заповеди. «Учение, которое вам поручается, говорит Христос, должно относиться не к одной только вашей жизни, но и ко всей вселенной. Я посылаю вас не в два, не в десять, не в двадцать городов, посылая не к одному народу, как некогда пророков, но на сушу и море, во всю вселенную, притом преисполненную зла». Словами «вы есть соль земли» Христос показал, что все человечество помрачилось и повредилось от грехов. Потому-то Он и требует от учеников таких добродетелей, которые были особенно необходимы и полезны к исправлению других. В самом деле, кто кроток, тих, милостив и праведен, тот не для себя только одного творит добрые дела, но старается эти благие источники добра излить и на пользу других. Так же и чистый сердцем, и миролюбивый, и гонимый за истину, живет для блага общего. «Итак, не думайте, — говорит Христос, — что вам предстоят легкие подвиги. Не думайте, что слова мои «вы соль земли» маловажны». Что же, неужели они в самом деле исправили то, что уже испортилось? Нет, так как солью нельзя помочь тому, что уже испортилось. Они этого и не делали, а осоляли уже прежде исправленное им переданное и освобожденное от зловония, содержая и сохраняя в том самом обновлении, в каком приняли от Господа. Освободить от зловония греховного было дело Христа. Апостолы же должны были трудиться и заботиться о том, чтобы исправленное опять не пришло в первое свое состояние. Замечаешь ли, как Христос мало-помалу возвышает учеников перед самыми пророками? Он называет их учителями не одной Палестины, но целой вселенной. И не просто учителями, но еще учителями страшными. И то удивительно, что ученики не лестью и не угождением, но сдерживающим наподобие соли действием, для всех сделали достолюбезными. Итак, не дивитесь, говорит Христос, если я, оставив других, беседую с вами и подвергаю вас стольким опасностям. Рассудите только, скольким городам, народам и языкам я хочу послать вас в наставники. Потому я и хочу, чтобы вы не только сами были благоразумны, но и других делали такими. Быть благоразумными особенно нужно тем, от которых зависит спасение других. И столько нужно им иметь в себе добродетели, чтобы можно было уделять ее в пользу другим. Если вы не будете такими, то и сами не спасетесь. 159. Итак, не огорчайтесь, если слова мои кажутся вам тяжкими. Через вас и другие заблудившиеся могут образумиться. А если вы утратите свою силу, то погубите с собой и других. Поэтому, чем важнее возложены на вас обязанности, тем более вы должны иметь ревности. Потому и говорит Христос, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Другие, если и много раз согрешат, все-таки могут быть прощены. Но учитель, если согрешит, не может ничем извинить себя и должен понести тягчайшее наказание. Чтобы ученики, слыша слова, когда пронесут имя вас как не угодно и будут говорить всякий злой глагол на вас, не устрашились, всенародно проповедовать Христос и говорит, что если вы не решаетесь на это дело, то напрасно и избраны. Не злословие надо бы набояться, но того, чтобы не представить из себя лицемеров. В таком случае вы покажете себя неразумными и достойными презрения. Если же вы будете строги в обращении и за это подвергетесь злословию, радуйтесь. Таково именно свойство соли, что она едкостью остроты своей неприятна на вкус людей сластолюбивых. Злословие, следовательно, необходимо будет преследовать вас, но нисколько не повредит вам. Напротив, будет свидетельствовать о вашей твердости. Если же вы, устрашаясь злословия, оставите подобающую вам твердость, то подвергнетесь тягчайшим бедствиям. Вас все будут и злословить, и презирать, а это то самое и значит попираемыми. Вслед за тем Христос переходит к другому, высшему сравнению. Вы – свет мира. Опять мира. Ни одного народа, ни двадцати городов, но всей вселенной. Свет духовный, подобно как и соль духовная, которая превосходнее лучей видимого солнца. Сперва он назвал их солью, а потом – светом, чтобы ты знал, сколько выгод от строгих слов и сколько пользы от чистого учения. Оно обуздывает и не позволяет расстеваться, но направляя к добродетели делает внимательными. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники и светит всем в доме. Этими словами Христос опять побуждает учеников своих к строгой жизни, научая их быть осторожными, так как им надлежало явиться перед лицом всех и подвязаться на поприще целого мира. Не смотрите, говорит, на то, что мы сидим теперь здесь, что мы находимся в самой малой частичке мира. Нет. Вы так будете приметны всем, как город, стоящий наверху горы, как светильник, поставленный на подсвечники и светящий всем находящимся в доме. Где теперь неверующие в могущество Христово? Пусть услышат это и, подивившись силе пророчества, благоговейно поклонятся его могуществу. Подумай, в самом деле. Сколько обещано было тем, которые были неизвестны даже в своем народе? В своем городе земля и море узнает их, и слава о них распространится до предела Вселенной. Или лучше не слава, а самое их благодеяние, потому что не громкая слава сделала их везде известными, но величие самых дел. Они как птицы пронесли через всю Вселенную быстрее солнечного луча, распространяя всюду свет благочестия. Здесь Христос, по моему мнению, старается в учениках Своих поселить еще смелость, потому что словами «не может город укрыться наверху горы» ясно выражает свое могущество. Как такой город не может укрыться, так и благовествованию невозможно утаиться и остаться в неизвестности. Так как прежде Христос говорил о гонениях, злословии, наветах и вражде, то чтобы ученики не подумали, что все это может воспрепятствовать их проповеди, он, ободряя их, говорит, что благовествование не только не останется в неизвестности, но и просветит всю Вселенную, и через это и сами они станут славными и знаменитыми. Итак, здесь Христос покатывает свое могущество, а в последующих словах требует смелости от своих учеников. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я, говорит, Он вас сжег свет, а вы своим старанием должны поддерживать этот свет. И это не для себя, а только самих, но и для других, которые должны воспользоваться его сиянием и руководствоваться им к истине. Злословие немало не затмит вашего света, если вы должным образом станете проводить жизнь свою, если будете жить так, как подобает людям, которые должны обратить всю Вселенную. Покажите жизнь вполне достойной благодати, чтобы благовествование ваше везде оправдывалось вашей доброй жизнью. Кроме спасения людей, Христос показывает затем и другую пользу, которая может побудить учеников к усерднейшему и ревностнейшему исполнению их обязанностей. «Если хорошо будете жить, — говорит Он, — то не только обратите всю Вселенную, но и будете способствовать к славе имени Божия. Напротив, худою жизнью и людей погубите, и дадите повод к хуле имени Божия». 161. «Каким же образом, — скажешь ты, — прославится через нас Бог, если люди будут злословить нас?» «Но не все. Да и самые злословящие нас будут делать это по зависти. В сердце же своем они будут почитать и удивляться нам, подобно тому, как есть люди, которые явно льстят нечестивым, а в сердце своем обвиняют их. Что же прикажешь? Жить нам для тщеславия и честолюбия? Нет, я не то говорю. Я не сказал, старайтесь выставлять на вид добрые дела ваши, показывайте их. Но сказал только, так да светит свет ваш, то есть будет добродетель ваша велика, огонь обилен, свет неизречен». Когда добродетель будет такова, то сокрыть ее невозможно, хотя бы тот, кто имеет и всячески старался укрывать. «Итак, показывайте жизнь безукоризненную, и никто не будет иметь достаточной причины злословить вас. Пусть злословящих будет бесчисленное множество. Никто, однако же, не сможет затмить славу вашу». «Хорошо, — сказал слово, — свет. Действительно, ничто так не распространяет славу от человеки, как блеск добродетели. Хотя бы этот человек и старался всеми мерами скрыть его. Он как бы окружен солнечным лучом и светит яснее самого луча, простирая свое сияние не на землю только, но и на самое небо. Здесь Христос утешает учеников своих еще более. «Пусть прискорбно вам, — говорит он, — когда вас поносит, но многие через вас соделаются истинными поклонниками Богу, и в том и другом случае вам готовится награда. И когда вы будете терпеть злословие для Бога, и когда через вас прославляют Бога, но чтобы мы не старались распространять худой молвы о себе, зная, что за это будет награда, Христос не просто сказал о злословии, но указал только на два вида его, именно когда о нас говорят ложно и когда злословят нас для Бога. Но в то же время Христос показывает, что не только такое злословие приносит великую пользу, но и хорошая слава, когда через нее распространяется слава Божия». Здесь Христос подкрепляет учеников благими надеждами. «Это злословие нечестивый, — говорит он, — не так сильно, чтобы и другим могло воспрепятствовать видеть свет ваш. Тогда только будут попирать вас, когда вы помрачите себя, но не тогда, когда будете поступать хорошо. Напротив, тогда многие будут удивляться вам, и не только вам, но через вас и Отцу вашему». Далее Христос не сказал «прославят Бога, но Отца», чем самым полагает начатке достоинства, которое будет даровано им. «Потом, чтобы показать свое равночестие с Отцом, Христос сказал прежде, не скорбите, когда худое о себе услышите, потому что довольна с вас, что вы это ради Меня слышите». А здесь указывает на Отца, везде обнаруживая равенство. Итак, если мы знаем, какая польза происходит от упражнения в добродетели, и какая опасность от беспечности, потому что поношение из-за нас Господа нашего гораздо хуже нашей погибели, то не будем подавать соблазна ни иудеям, ни язычникам, ни верным, а будем вести такую жизнь, которая бы сияла светлее солнца. Пусть кто-нибудь нас злословит. Мы не тогда должны скорбеть, когда слышим это злословие, но тогда, когда оно справедливо. Если мы будем жить в несчастье, то хотя бы никто нас не злословил. Мы всех несчастнее. Напротив, если мы будем жить добродетельно, то хотя бы вся Вселенная говорила о нас худое, и тогда мы будем счастливее всех и привлечем к себе всех желающих спастись, потому что они будут обращать внимание не на злословие нечестивых, но на добродетельную жизнь. Подлинно. Глаз добродетелей громче всякой трубы. И жизнь чистая, светлее самого солнца, хотя бы злословящих было неисчастливое множество. Итак, если мы будем иметь все упомянутые добродетели, если будем кроткими, смиренными, милостивыми, чистыми, миротворцами, не будем отвечать на оскорбления, не оскорблением, а напротив принимать их даже с радостью, то мы всех взирающих на нас привлечем этим не менее, как и чудесами. И все охотно устремятся к нам, хотя бы кто был неукротим, подобно зверю, хотя бы кто был лукав, подобно злому духу. Словом, как бы кто ни был худ. Если же явятся и злословящие, не беспокойся этим, не смущайся. Кто тебя злословит перед людьми, но рассмотри совесть злословящих, и ты увидишь, что они рукоплещут тебе, удивляются и внутренне осыпают бесчисленными похвалами. Так, обрати внимание, с какой похвалой говорил Навуходоносор о тех отроках, которые были в печи, несмотря на то, что был их врагом и гонителем. Так как он увидел их мужество, то хвалит их и прославляет и за то именно, что они не покорились ему и остались верны закону Божию. Так-то дьявол, когда видит, что нисколько не успевает, уходит на конец, боясь, чтобы не доставить нам своими кознями большей славы. А когда он удалится, и напускаемая им тьма рассеивается, тогда всякий, как бы ни был развращен и нечестив, познает добродетель. Если же и люди не поймут тебя, то будешь иметь у Бога похвалу и большую славу. 162. И так не скорби и не малодушиствуй. И апостолы говорили, что для одних были запахом живителем для жизни, для других запахом смертоносным на смерть. Если ты не подал никакого повода к злословию, то ты свободен от всякого обвинения. Напротив, ты сделался даже счастливейшим человеком. Пусть же сияет твоя жизнь и не обращай внимания на тех, кто злословит тебя. Невозможно, ведь совершенно невозможно, чтобы добродетельные не имели у себя многих врагов. Но от них ничего не потерпит добродетельный человек. Напротив, он через это еще более прославится. И так, размышляя об этом, будем иметь в виду одно – мы сидящих во тьме будем руководить к небесной жизни. Такова сила этого света, что он не только здесь сияет, но и освещает путь идущим туда. Когда сидящие во тьме увидят, что мы презираем все настоящее и стремимся к будущему, тогда они, без слов, самыми делами нашими убедятся в этом. Кто в самом деле столько безумен, чтобы видеть человека, который три дня тому назад роскошествовал, был богат, а сегодня отказался от всего, ничего не имеет, готов терпеть нищету, голод, всякие лишения и опасности, готов пролить всю кровь свою, идти на заклане, терпеть все, что есть жестокого. Кто столько безумен, говорю, чтобы видеть все это, не вывел для себя ясного доказательства о будущем. И если же мы будем прилипать к настоящему и совершенно к нему пристрастимся, то поверят ли нам, что мы стремимся в другое отечество? Какое, наконец, будет у нас извинение, когда для нас страх Божий будет иметь меньше значения, чем даже слава человеческая имела для языческих философов? Так некоторые из них отвергали богатство, презирали смерть, надеясь приобрести славу от людей, почему и надежда их была суетна. Что нас защитит, когда при стольких благах нам обещанных, при стольких путях, открытых нам для благочестивой жизни, мы не только не можем сравниться с ними, но губим и себя, и других. Не столько вреда приносит язычник, поступающий нечестиво, сколько христианин, так поступающий. Это вполне понятно. Учение язычников нелепо. Наша же по благодати Божией достаточно и славно у самих нечестивых. Ведь почему, когда они хотят особенно упрекнуть нас и усилить свое злословие, то говорят, христианин, не сказали бы они этого, если бы не имели высокого мнения о нашем учении. Уже ли ты не знаешь, что и как заповедал Христос? И как ты можешь исполнить хотя одну из заповедей его, когда оставив все, ты стараешься только собрать барыши, пустить деньги в рост, завести торговые связи, купить множество рабов, заготовить драгоценные сосуды, закупить поля, домы и разные домашние принадлежности. И пусть было бы только это одно, но когда к этим бесполезным занятиям ты присоединяешь еще неправду, отнимая землю у соседей, грабя домы, заряя бедных, увеличивая голод других, то когда ты приступишь к этим заповедям, но ты иногда милых нищих, знаю это, однако же тут опять большая погибель для тебя, потому что ты делаешь это или с надменностью, или ищи славия, так что и в добрых делах для тебя нет пользы. Что может быть бедственнее того, когда ты даже у самой пристани терпишь кораблекрушение? И так, чтобы не случилось этого с тобою, для этого сделав доброе дело, нищи от меня благодарности, чтобы иметь тебе должником самого Бога, который сказал взаймы давайте тем, от которых вы не надеетесь ничего получить. Имея такого должника, для чего же ты оставив его требуешь от меня, человека бедного и скудного? Разве этот должник гневается, когда требуешь от него долг с него? Или он беден, или отказывается платить, но разве ты не видишь его неисчетных сокровищ? Разве ты не видишь его неизреченной щедрости? с него неисчетных неисчетных но на добродетельную жизнь. Подлинно. Глаз добродетелей громче всякой трубы. И жизнь чистая, светлее самого солнца, хотя бы злословища было неисчислимое множество. Итак, если мы будем иметь все упомянутые добродетели, если будем кроткими, смиренными, милостивыми, чистыми, миротворцами, не будем отвечать на оскорбления оскорблением, а напротив принимать их даже с радостью, то мы всех взирающих на нас привлечем этим не менее, как и чудесами, и все охотно устремятся к нам, хотя бы кто был неукротим, подобно зверю, хотя бы кто был лукав, подобно злому духу, словом, как бы кто ни был худ. Если же явятся и злословища, не беспокойся этим, не смущайся, что тебя злословят перед людьми, но рассмотри совесть злословища, и ты увидишь, что они рукоплещут тебе, удивляются и внутренне осыпают бесчисленными похвалами. Так, обрати внимание, с какой похвалой говорил Новохудоносор о тех отроках, которые были в печи, несмотря на то, что был их врагом и гонителем, так как он увидел их мужество, то хвалит их и прославляет за то именно, что они не покорились ему и остались верны закону Божию. Так-то дьявол, когда видит, что нисколько не успевает, уходит, наконец, боясь, чтобы не доставить нам своими кознями большей славы. А когда он удалится, и напускается им тьма, рассевается напускаемая, тогда всякий, как бы ни был развращен и нечестив, познает добродетель. Если же и люди не поймут тебя, то будешь иметь у Бога похвалу и большую славу. Итак, не скорби и не малодушествуй. И апостолы для одних были запахом живительным на жизнь, для других запахом смертоносным на смерть. Если ты не подал никакого повода к злословию, то ты свободен от всякого обвинения. Напротив, ты сделался даже счастливейшим человеком. Пусть же сияет твоя жизнь, и не обращай никакого внимания на тех, кто злословит тебя. Невозможно ведь, совершенно невозможно, чтобы добродетельные не имели у себя многих врагов. Но от них ничего не потерпит добродетельный человек. Напротив, он через это еще более прославится. Итак, размышляя об этом, будем иметь в виду одно – вести жизнь свою добродетельно. И ведя так жизнь, мы, сидящих во тьме, будем руководить к небесной жизни. Такова сила этого света, что он не только здесь сияет, но и освещает путь идущих туда. Когда сидящий во тьме увидит, что мы презираем все настоящее и стремимся к будущему, тогда они и без слов самыми делами нашими убедятся в этом. Кто в самом деле столько безумен, чтобы видеть человека, который три дня тому назад роскошествовал, был богат, а сегодня отказался от всего, ничего не имеет, готов терпеть нищету, голод, всякие лишения и опасности, готов пролить кровь свою, идти на заклание, терпеть все, что есть жестокого. Кто столько безумен, говорю, чтобы, видя все это, не вывел для себя ясного доказательства о будущем? Если же мы будем прилипать к настоящему и совершенно к нему пристрастимся, то поверят ли нам, что мы стремимся в другое Отечество? Какое, наконец, будет у нас извинение, когда для нас страх Божий будет иметь меньше значения, чем даже слава человеческая имела для языческих философов? Так некоторые из них отвергали богатство, презирали смерть, надеясь приобрести славу от людей, почему и надежда их была суетна. Что нас защитит, когда при стольких благах нам, обещанных, при стольких путях, открытых нам для благочестивой жизни, мы не только не можем сравниться с ними, но губим и себя, и других. Не столько вреда приносит язычник, поступающий нечестиво, сколько христианин, так поступающий. Это вполне понятно. Учение язычников нелепо. Наша же по благодати Божией досточтима и славна у самих нечестивых. Вот почему, когда они хотят особенно упрекнуть нас и усилить свое злословие, то говорят «христианин». Не сказали бы они этого, если бы не имели высокого мнения о нашем учении. Уже ли ты не знаешь, что и как заповедовал Христос? И как ты можешь исполнить хотя одну из заповедей Его, когда оставишь все, ты стараешься только собрать барыши, пустить деньги в рост, завести торговые связи, купить множество рабов, заготовить драгоценные сосуды, закупить поля, домы и разные домашние принадлежности. И пусть было бы только это одно. Но когда к этим бесполезным занятиям ты присоединяешь еще неправду, отнимая землю у соседей, грабя домы, разоряя бедных, увеличивая голод других, то когда ты приступишь к этим заповедям, но ты иногда милуешь нищих, знаю это, однако ж и тут опять большая погибель для тебя, потому что ты делаешь это или с надменностью, или и с тщеславием. Так что и в добрых делах для тебя нет пользы. Что может быть бедственнее того, когда ты даже у самой пристани терпишь кораблекрушение? Итак, что бы ни случилось этого с тобою, для этого, сделав доброе дело, не ищи от меня благодарности, чтобы иметь тебя должником, самого Бога, который сказал, взаймы давайте тем, от которых вы не надеетесь ничего получить. Имея такого должника, для чего же ты, оставив его, требуешь от меня человека бедного и скудного? Разве этот должник гневается, когда требует с него долг? Или он беден? Или отказывается платить? Но разве ты не видишь его неисчетных сокровищ? Разве ты не видишь его неизреченной щедрости? Итак, с него проси и требуй. Это ему приятно. А если он увидит, что ты из другого требуешь долг его, то он оскорбится этим и не только не отдаст тебе, но и по праву осудит тебя. В чем ты нашел меня неблагодарным, скажет он, какую бедность у меня нашел, что оставив меня идешь к другим? Одному дал взаймы, а с другого требуешь. Ведь хотя и человек получил, навелел дать Бог. Итак, Бог сам хочет быть первым должником и порукою, доставляя тебе бесчисленные случаи, всегда с него требовать. Не оставляй человека, ничего не имеющего. Не оставляй же такое богатство и такое обилие. И не ищи получить с меня, человека, ничего не имеющего. И для чего ты подаешь милостыню на моих глазах? Разве я говорил тебе дай? Разве от меня ты слышал, что с меня требовать? Сам Бог сказал, «Милующий нищего дает взаймы Богу» Притча 19.17 Ты дал взаймы Богу, с него и требуй. Но он не отдает теперь всего. И это он делает для твоей пользы. Он не какой-нибудь обыкновенный должник, который спешит только отдать долг, но должник, который всячески старается еще о том, чтобы взятые взаймы сохранить в целости. Потому-то он что нужно отдать здесь отдает, а что-то там сберегает. Итак, зная это, станем оказывать милосердие и большее человеколюбие, как имуществом, так и делами. Если увидим, что кого-либо мучат и бьют на площади, если можем избавить его деньгами, то избавим. А если можем освободить словами, не поленимся и это сделать. Есть ведь награда и за слова, а даже и за самые вздохи. И об этом-то блаженный Иов и говорит. Я о всяком немощном плакал, воздохнул, видев мужа в бедах. 30.25. Если же есть награда за слезы и вздохи, то подумай, каково будет воздаяние, когда присоединятся к ним слова, усердие и другое подобное тому. И мы были некогда враги Богу, и единородный примирил нас, сделавшись посредником, претерпел за нас раны и самую смерть. Постараемся же и мы избавлять от бесчисленных бедствий тех, которые подвергаются им, и перестанем поступать так, как мы поступаем теперь. Когда, например, видишь, что другие ссорятся и дерутся между собою, останавливаемся и окружаем это дьявольское зрелище, чтобы позабавиться бесцитством других. Может ли что быть бесчеловечнее этого? Видим, что бронятся, дерутся, раздирают друг у друга одежду, разбивают друг другу лицо и спокойно продолжаем стоять. Уже ли тот, кто дерется, медведь? Уже ли зверь? Уже ли змей? Это человек, всегдашний сообщник твой. Он брат тебе, он сочлен твой. Итак, не делай для себя зрелища, но прекращай ссоры. Не забавляйся, но укращай. Не побуждай других к такому бесстыдцу, но разнимай и усмиряй дерущихся. Радоваться таким несчастным случаем свойственно только людям бесстыдным, подлым, непотребным и безумным. Ты смотришь на человека бесстыдно поступающего и не замечаешь, что и сам тоже делаешь. И ты не вступаешься, чтобы рассеять сборище дьявольское и прекратить злобу человеческую. Чтобы мне и самому принять побои, скажешь ты, и это ты велишь? Совсем нет. Ты не примешь их. А если и примешь, так это будет тебе вместо мученичества, потому что за Бога претерпишь это. И если же не хочешь принять побоев, то подумай. Сам Господь восхотел претерпеть за тебя крест. Как обижающий, так и обижаемый. От сильного гнева ими обладающего, подобно пьяным и потерявшим рассудок. Потому и имеет нужду в человеке здравомыслящем, который бы им помог. Первому, чтобы перестал обижать, а второму, чтобы избавился от побоев. Итак, пойди и подай руку помощи трезвой опьянелому. Подлинно и гнев опьяняет, и это опьянение даже хуже гораздо опьянение от вина. Посмотри на корабельщиков. Они, как скоро видят, где-либо корабли крушения, тотчас поднявши паруса, спешат, чтобы исхитить от волн своих товарищей по ремеслу. Итак, если имеющий одинаковое ремесло, так друг другу помогают, то тем более надлежит помогать друг другу тем, которые имеют одинаковую природу. Ведь и ссора, кораблекрушение, притом и гораздо бедственнее того. В самом деле, кто ссорится, тот или изрыгает хулы, таким образом теряет все прежние добрые дела, или в сильном гневе клянется ложно, и таким образом впадает в гиенну, или наносит побои и совершает убийство, и опять подвергается такому же кораблекрушению. Итак, пойди, прекрати зло, спустись в это бурное море, и исхить утопающих, и разрушь зрелище дьявольское, уговаривай каждого порознь, погаси пламень и украти волны. Если пожар распространится, огонь усилится. Не бойся, многие тебе подадут руку помощи, только начни. А прежде всех поможет Бог мира. Если ты первый начнешь гасить пламя, то многие другие последуют за тобой, и ты получишь награду и за их доброе дело. Послушай, что говорит Христос иудеям, присмыкающимся долу. Если увидишь, говорит он, упавшего осла, у врага своего, не проходи мимо, но подыми, исход 23.5, но гораздо легче разнять ссорящихся между собой, нежели поднять упавшую скотину. Если же должно поднимать осла у врагов, то тем более души у друзей, особенно когда последние падения гораздо бедственнее. Ведь душа от тяжести гнева упадает не в грязь, а в огненную гиену. Между тем ты, жестокий и бесчеловечный, видя брата своего, лежащего под тяжким бременем, и дьявола предстоящего и разжигающего пламя гнева, проходишь мимо. Так поступай, даже и с животными небезопасно. Самарянин, когда увидел раненого человека, совсем ему неизвестного, и не имевшего к нему никаких отношений, остановился, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, нанял врача, и деньги гостиннику частью заплатил, частью обещал заплатить. А ты, видя человека, который попался не разбойником, но полчищу демонов, и подвергся ярости врага не в пустыне, но среди площади, когда тебе не нужно ни денег платить, ни осла нанимать, ни кидалику, а только сказать несколько слов. Ты жестокий и бесчеловечный, не хочешь помочь, но бежишь мимо. Как же ты надеешься сам когда-нибудь получить милость у Бога? Вам, говорю я, которые перед всеми поступаете бесстыдно, вам, обидчикам и притеснителям. Скажи, пожалуй, ты наносишь побои, топчешь ногами, кусаешь? Разве ты кабан или дикий осел? И ты не стыдишься, не краснеешь от своего зверства, забывая свое достоинство. Ты беден, но ты свободен, ремесленник ты, но ты христианин. Потому-то самому тебе и должно жить смирно, что ты беден. Ссориться свойственно только богачам, а не бедным. Богачам, говорю, которые имеют много причин к ссоре. Ты не пользуешься удовольствием богатства, между тем ищешь неприятностей, с ним неразлучных, вражды, распри, ссор, мучаешь и душишь брата своего, и повергаешь его перед всеми. Уже ли ты не понимаешь, что в своем бесстыдстве подражаешь необузданности бессловесных, или, вернее, делаешь еще хуже их? У бессловесных все общее, они собираются и ходят вместе, а у нас, напротив, ничего нет общего, но все вверх дном. Вражды, распри, ссоры, ненависть, обиды. Мы не стыдимся ни неба, куда мы все призываемся, ни земли, которая всем нам дана в общее жилище, ни самой природы своей, но все подавляют о нас гнев и любостяжание. Или не знаешь ты о том рабе, который должен был десять тысяч талантов, и после того, как долг прощен был ему, душил товарища своего за сто динариев, или не знаешь, сколько претерпел он бедствий, и как предан был вечному мучению. И ты не боишься такого примера? Не страшишься подвергнуться тому же? Ведь и мы много-много должны Господу. Однако он ждет и долго терпит, не эстезует нас, как мы своих собратьев, не душит нас, не мучит. Между тем, если бы он захотел потребовать от нас, хотя малейшей части долга, мы давно бы погибли. Размышляя об этом, возлюбленные, смиримся и будем снисходительны к должникам своим, через них имеем случай, если только мы благоразумны, получить прощение в великих долгах своих и за малое приобреть многое. Итак, зачем же ты насильно требуешь долг от ближнего своего? Тебе даже надлежало бы простить и тогда, когда бы он сам захотел тебе отдать. Прости для того, чтобы получить все от Бога. А ты между тем всеми силами стараешься получить долги и заводишь споры, чтобы не потерять ни малейшей части своего имущества. Ты думаешь причинить обиду ближнему? А между тем сам на себя поднимаешь меч и умножаешь для себя мучения в гиене. Если ты хоть немного будешь здесь благоразумным, то облегчишь участь свою на суде. Ведь Бог для того только и требует от нас такого снисхождения к ближним нашим, чтобы самому иметь случай прощать нам великие согрешения наши. Итак, сколько бы ни было у тебя должников, деньгами или то, или оскорблениями, всех прости. И за такое великодушие проси от Бога воздаяние. Да коли они будут оставаться твоими должниками, до тех пор и Бог не будет твоим должником. Например, как скоро простишь их, тогда можешь приступить к Богу и требовать от Него воздаяния себе за такой добрый поступок. Если бы кто, проходя мимо тебя и видя, что ты держишь своего должника, велел тебе отпустить его, обещавший заплатить за него, если, говорит, этот человек не откажется заплатить тебе всего долга вместо твоего должника, то не более ли, не тысячекратно ли более воздаст нам Бог, когда мы, повинуясь его заповеди, простим должников своих, не требуя от них ничего. Мы должны иметь в виду невременное удовольствие, происходящее от требований и долгов, но тот вред, который потерпим зато в будущем, и который будет состоять в лишении бессмертных благ. Итак, возвысившись над всем этим, будем прощать и деньги, и оскорбления должникам своим, чтобы и самим нам можно было получить прощение в своих долгах. И чего мы не успели достигнуть через другую добродетель, этого мы достигнем, когда не будем помнить зла на ближних своих, и таким образом сподобимся благ вечных, благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.